здарова танкисты всем привет с вами серега с вами эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks у нас на обзоре т-32 американский тяжелый танк 8 левела проходная прокачиваемая ветка вот такой вот огромный танк ну и полноценный гайд обзор по машине и начнем мы конечно же с бронирования данного агрегата погнали итак коллижен модель нашей т-32 ки тяжелый да ну здесь все банально просто на самом деле значит смотрите до нлд у нас 179 по краям у нас 108 это надо помнить что в катках меньше брони ну даже это это не броня vld 183 вверху 238 и это нужно помнить почему здесь так потому что здесь броня имеет такой закругленный угол уже бронирование поэтому основная вот эта бронеплита она дырявая как для восьмерок до тяжелых танков пулеметное гнездо вообще сто сорок семь вот и еще виднеется вот этот вот корпус углы 50 и 50 пробив приведенки до пробивается на вылет дальше мы имеем огромную маску орудия которую закрывает как минимум пол башни и здесь у нас все хорошо 298 здесь по краям доходит вот здесь вот сверху до 700 здесь 298 750 400 рикошет 450 все что касаемо маски невероятно крепкая маска сюда этому танку стрелять нельзя дальше щеки основная лобовая деталь башни у нас вот здесь вот рядом с маской 305 здесь 380 400 600 ну сами понимаете здесь тоже самое 500 600 то есть маска башня просто невероятно крепкий у нас есть лючок но даже в лючке у нас 238 то есть не каждый простой снаряд не голдовый пробьет этот лючок поэтому у танка слабый корпус как нлд и вылда и невероятная крепкая башня включая лючок лючок такой замануха вот у нас фальш бортов нету боковое бронирование на 76 миллиметров танковать там от борта может но бьется вот здесь через каток и это тоже нужно знать и помнить вот так то в остальном все вроде бы ровно ну и будь подставлять щеку и вот здесь она конечно края рикошетный но так все равно 194 вот такое бронирование невероятно слабый корпус спереди и хорошая башня во всех аспектах так с броней разобрались давайте смотрите основные модули у нас предлагается две пушки обе восьмого уровня стоковая топовая в альфе разница 80 очков пробития на стоковый 170 и играть на этой пушке вам в рендами с восьмыми а уж не дай бог попадете к девятым десятым лвлам безумно будет сложно разве что только на голде если есть запас серебра но нету свободного опыта катайте на обычной пушке стоковый но используйте голду потому что бронепробитие 170 вас просто зажарит всю вам попку значит заряжается пушка стоковый 9 секунд здесь 7 и 6 еще она еще и быстрее заряжается и время сведения здесь комфортнее вот разброс точность одинаковая по сути но дпм понятно выше и за альфы обязательно качайте топовую башню все равно эта ветка проходная идет на м103 вот обзор на 10 метров прибавит но самое главное видите бронирование лба 114 здесь 298 если вы хотите в полной мере уже с первых минут ощутить что такое 30 т32 на стоковой башне вы испортите все впечатление на топовый вы будете играть позиционках именно от башни а она как мы с вами посмотрели невероятно крепкая даже для девятых и даже для каких-то десятых левелов которые играют без голды да там на основном типе снаряда по поводу двигателя разница тоже есть 720 800 то есть где-то примерно процентов на 10 подвижность на топом двигатель вы можете рассчитывать топовую рацию все равно тоже качайте чтобы была дальность связи приличная тем более что здесь у нас 745 метров а здесь всего лишь 395 топовая ходобая нам прибавляет здесь 29 градусов здесь у нас 24 градуса поворачиваемость секунду вот поэтому в минуту точнее в секунду по полевой модернизации я еще не качал но предвижу что нужно качать вездеходную ходовую потому что танк очень медленный и катать я его буду без турбины вот здесь у нас касаемо сведения все комфортно можно танку улучшить точность орудия вот здесь звукоизоляцию защита от фугасов от арты ну и конечно вторым слотом я бы взял ну фиг его знает наверно на этой машине на этой машине огневую мощь потому что во втором слоте меня скорее всего будет стоять стабилизатор либо досылатель вот далее оборудование один тип оборудование здесь даже вернее комплект другого не надо рассматривать это обязательно всегда став на эту пушку обязательно всегда досал то есть это незыблемо у вас стоит всегда закалка тяжелый танк до чтобы на гусеницу пореже вставать быстрее чиниться все такое да но я вам говорю танк очень медленный очень неповоротливый поэтому можно иногда наверно даже вместо закалки ставить турбину пробуйте так и так как вам больше зайдет по снарядам основной тип снаряда у нас ббх голдовый это подкол вот обычный летит 945 и это в принципе нормально 1181 на подколе шикарно ремка аптечка огнетушитель по снаряжению у нас невероятно огромный экипаж и членов экипаж у нас два заряжающих у нас радист вот перки сейчас наблюдает перед собой в табличке вот по увн у нас все вообще шикарно минус 10 а мы помним бронирование башни такой увн и броня в башне позиционки дает нам невероятные плюсы и преимущества вот по хп у нас тоже более-менее как для восьмерки прошу прощения 1710 это очень себе неплохо а вот по скорости при такой сборке 35 километров вперед 14 назад он даже 35 тайника не набирает из 334 максимум почти 14 лошадей на тонну отдельная мощность по незаметности ну чё смотри тяжелый танк по обзору у нас 417 метров и как для тяжей на восьмом уровне кстати это очень хороший обзор по плюсам минусам сраная подвижность прям жирный минус хороший бронирование башни я в целом по броне этому танку ставлю плюс потому что от борта может играть до бьет через каток но борт целом держит удар и невероятная башня ищем позиционные места где можно стать от башни разваливаем врага хорошее орудие хорошего военно хорошей скорости про полет снаряда нормальное бронепробитие на снарядах вот все это тоже дает этому танку дополнительные преимущества хороший очень хороший обзор плюс ну достаточно много хп 1710 поэтому этого танка плюсов больше чем минус предлагаю уже отправляться бой давайте посмотрим как эта машина играет современном рынке погнали так жемчужная река жемчужная река танк т-32 американский тяжелый танк 8 левела проходная прокачиваем ветка попали к десяткам поедем направо биться с монстрами е-100 т110 е-4 девятки против восьмерок он играется нормально против десяток уже такое и подвижности крайне не хватает подвижность машину крутим педали пока не до вот максимум 3-4 километра час все предел для машины абсолютно все нас обходят стараюсь что только лёва тащится сзади а и а и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 С подвижности нету Была бы подвижность, еще успели бы что-то накидать Ладно Нестеридные 2400 урона Конечно маловато Но все равно Т32 на своем уровне Хорошо играется в позиционной От башни И именно так его и нужно играть Везде искать места, где можно встать от башни Это, наверное, единственный шанс На этом танке делать хорошие результаты Бой Девятки-десятки Все неплохо у нас выступили Но мы вот 2000, к сожалению По пятибалльной системе Я этой тачке поставлю 4 с минусом, все равно можно на ней играть Можно делать результаты В принципе Да, корпус, да Ребята, у кого есть танчик в ангаре Пишите свои комментарии Как вам эта машина Заходит, не заходит Какое вы на ней используете оборудование Может вы на турбине катаете Без закалки Не знаю Но, как по мне, наверное, самая правильная сборка Хотя Можно от закалки Может быть когда-то и отказываться Тяжелый танк без закалки Но ездить, наверное, будут только умалишенные Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Ну а я вам говорю До скорых встреч Пока Поддержи брата-танкиста Лайком под этим видео Подпиской на канал Ну и, конечно, прожми колокольчик Чтобы быть в курсе Всех новых стримов И самых последних обзоров По нашей любимой игре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok